Дай почитать Добрый день, это программа Дай почитать и ее ведущий Борис Павлович, я художественный руководитель Театра Наспаска и мы вместе с вами листаем книги новые, странные, необычные и сегодня я хотел, чтобы мы поговорили о книге Елены Шварц, Габриэля Данунцо, Крылатый циклоп. Эта книга интересна вдвойне, так как она написана поэтом о поэте. Автор ее, Елена Шварц, уже известна тем жителям нашего города, кто сходил на спектакль Театра Наспаска и Видимая страна жизни. Там мы с актрисой Яной Савицкой попытались художественно воссоздать Тессы. Она умерла от рака прошлой весной и Крылатый циклоп ее последняя книга, в каком-то смысле подведение жизненных итогов. Если иные чувства приближения конца пишут о себе, то Елена Шварц пишет огромную на 500 с лишним страниц биографию другого поэта, перед которым она преклоняется, в ком узнает себя, в ком узнает свои душевные терзания. А кто же такой Габриэля Данунцо, герой ее рассказа? Сейчас вряд ли кто-то из наших слушателей возьмется уверенно ответить на этот вопрос, а вот сто лет назад, в эпоху Серебряного века, он был кумиром каждого российского интеллектуала. Ему подражали Гумилев, Андрей Белый, романтики со всего света. Данунцо, это в первую очередь человек, сделавший свою жизнь фактом поэтического творчества. Он был беспредельно отважен, в Первую мировую совершал отчаянные подвиги. Кроме того, он был крайне плодовит, как поэт, написал десятки поэм, трагедий, стихотворных сборников. В них бурный модернистский ток и буря национальной гордости, мечта увидеть Италию сильной морской державой. Реальность оказывается совсем иной. По итогам Первой мировой войны Италия осталась ни с чем, и вот уже к народному герою поэту и воину приезжают гонцы из населенного итальянцами города Фьюма, который по Версальскому договору отошел к только что образовавшейся Югославии. Жители Фьюмы требовали присоединения к Италии. Данунцо садится в открытый красный фиат и едет на нем через всю страну к Адриатике. По дороге к нему присоединяются толпы людей. Его, как национального героя, осыпают лепестками роз. На границе кордон пытается его задержать, но он лишь распахивает шинель, обнажая грудь с орденами. Если сможете прострелить это, стреляйте! 12 сентября 1919 года легионеры без единого выстрела занимают Фьюмы и объявляют его свободной республикой во главе с правителем-поэтом. Так началась история самого безумного государства Европы, просуществовавшего около полутора лет. Конституция его была написана в стихах. Граждане обязаны были поголовно играть на музыкальных инструментах. Данунцо извлек из истории Римской империи такие вещи, как факельные путешествия, приветствие вскинутой рукой. Все это в искаженном виде станет символикой итальянских, а затем и немецких фашистов. Кстати говоря, это и есть главная причина, почему имя Габриэля Данунцо окажется стертым из наших учебников, так же как суровая реальность стерло с лица земли его утопическое государство поэтов. То, что сейчас я рассказал лишь малая часть удивительных приключений безумного гения, а целиком вы можете прочитать о них в книге Елены Шварц. Итак, настоятельно рекомендую. Елена Шварц, Габриэля Данунцо «Крылатый циклоп», Петербург, издательство «Витанова», 2010 год. С вами была программа «Дай почитать» и ее ведущий Борис Павлович. До новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать!